Здравствуйте, туристы и милитаристы! Фанк от Южного Креста, фулл танк на Беллер Н690 на 58-61 по шкале Роквелла, 207 мм, общая длина 89 мм, длина клинка, ширина клинка 27 мм, толщина по обуху 3,6 мм, а респектоз Южному Кресту за то, что они не переборщивают с толщиной обуха, даже в моделях, которые явно позиционируются, скажем так, как ломики, все равно они не борщат. Почему? Потому что каждая десятая, скажем так, доля миллиметра, убранная с обуха, она делает работу более вкусной, при этом... Нет, ну если, конечно, устраивать соревнования, кто сломает... Какой клинок сломается быстрее, там, 3,6 или 4 мм по обуху, то 4 мм теоретически он выживет дольше. Но какие нужно нагрузки дать на, скажем, если мы берем там середину или около рукояти, какие нагрузки нужно дать на 89 мм клинок, чтобы сломать 3,6 мм довольно пластичный N690. То есть это все пустая болтовня. Совершенно спокойно напоминаю вам то, что, опять же, оригинальный НР. Открывайте Википедию, смотрите толщину боевого ножа Великой Отечественной войны. Все станет ясно. 3,6, вес 140 грамм. Напомню, что длинный джек-эксперт весит практически столько же при более длинном клинке. Почему? Потому что там с одной монтаж в Микарту. Здесь же у нас фулл танк на Микарте, красивые проставочки красные, нож реально получился нарядный, линзочка, все, Южный Крест молодцы. Южный Крест реально, их сейчас уже вообще не остановишь. Модель за моделью, проект за проектом, делают все как надо. Так, ножны здесь кожаные, и цена этого ножа 6750, хотел сказать, евро, ну ладно, пожалею вашу нервную систему, рублей. То есть, по сути, ну где-то близко к 85-90 евро. Хотя я сейчас в курсах не разбираюсь, может быть это даже уже 70-75 евро. В любом случае, я считаю цену на все ножи Южного Креста совершенно адекватной. Здесь, по сути, пол стоимости этого ножа должны стоить ножны. Ножны из очень плотной, толстой кожи. Еще раз скажу, Южный Крест кожу для своих ножен отбирает особо, тратит на это время, тратит на это силы, нервы. Почему? Потому что кожи такой хорошей, толстой в России мало. Ребята реально озадачиваются, реально делают все в красоту. Конкретно по этим ножнам я вот смотрю и думаю, так, стоп, а где трубочка для огнива? Потому что вспомнил бушкрафтерский свой нож. Но, по сути, здесь, как бы, она... Дело даже не в габаритах. Нет и нет, не проблем. Так, конечно же, здесь очень красиво идет вот этот вот пенал прямоугольный ножен. Пробито такое отверстие в коже для того, чтобы можно было зафиксировать нож там за бедро паракордом. Такой бред. Это просто так красиво, это просто прикольно. Дань моде, по сути, пускай и будет. Кто будет 20-сантиметровый нож фиксировать паракордом за бедро? Хотя, может быть, найдутся какие-то охотники. При всем при этом, если вы захотите действительно закарабинить через вот это вот отверстие куда-то себе нож рукоятью вниз, я не знаю, по какой причине вам это понадобится, но если вдруг понадобится, то вы можете быть уверены на 100 абсолютно процентов, что нож никуда не денется. Нож сидит в ножнах очень-очень плотно. Вылезает только маленькая здесь такая где-то двух с половиной сантиметровая часть рукояти. Поэтому я искренне рекомендую, здесь вот видите, я загнал его по самой неболосе, ножны еще не разношенные, свежие, поэтому я искренне рекомендую всем операторам данного ножа. Так что я прям реально, о, действительно очень-очень плотно. Здесь самый простой пример облегчить выхватывание ножа из ножен. Опять же здесь, видите, здесь сделан вырезан под большой палец, нож вот так вот выходит. Если он у вас, конечно, будет на свободном подвесе, то придется просто придерживать рукой ножны, потому что действительно сверх плотно. Так вот, здесь у нас отверстие для темляка. Поставьте просто сюда короткий темлячок с обычным бриллиантовым узлом или с крупной бусиной, и у вас просто дополнительная точка фиксации в ладони появится, вам легче будет его вытаскивать. То есть я, в принципе, не за темляки, я не фанат темляков, но в данном случае это совершенно будет уместно именно с практической точки зрения. Здоровенная петля фиксированного подвеса, здоровенная петля свободного подвеса. Здесь у нас все по науке. Видите, совершенно рабочие отверстия, чтобы клинок дышал. Так, пластиковая вставка есть, ее не может не быть. И, как я уже говорил, сейчас южный крест по другой технологии подшивает петлю. Они глубоко, видите, утапливается нить в кожу для того, чтобы рукоять не перетирала кожу. Отдельный респект и уважуха южному кресту именно за такой подход. Почему? Потому что меня мрачно бесят вот эти вот заклепки, которые зачастую сюда производители ставят, и они просто царапают, безбожно царапают рукояти. То есть нож как бы еще новый, но уже как бы поюзанный. И он поюзанный не потому, что вы его поюзали, а потому, что вы его несколько раз просто вставили в ножны и вытащили. Красивая с этой стороны, по крайней мере, ровная строчка оранжевая. Здесь, ну, здесь тоже ровная, она просто как шьется, так шьется. В любом случае, совершенно не стыдно. Тиснение южный крест, ножны красивые, ножны подарочные, они функциональные, они классические. Конечно, вот этот вот срез квадратный, это американизм, который, по сути, пришел к нам от компании, шведская компания Кострём. Вот, у них это, они эту моду завели на квадратные ножны, но, может быть, я не ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, может быть, ребята сами своим умом дошли. Как я люблю говорить, когда беру такие ножи в руку, наш совершенно достойный ответ другому шведу, Фалькнивин F1. Почему достойный ответ Фалькнивин F1? Потому что для меня, откровенно, непонятной и даже бесявой является ситуация с Фалькнивином F1, который лет этак, а я вам скажу, лет этак уже 5-6 назад, в какой-то момент вдруг резко все уважаемые маститые ножи-блогеры резко Фалькнивин F1 вывели в своих топах на первое место. Я вообще не понимал, откуда такая вот движуха. То есть, по сути, вот вам крепкий, с небольшим клинком универсал, и он по-любасу удобнее, чем тот же самый F1. Ну, про то, что дешевле, я уже, ладно, не говорю, это уже ладно. У этого ножа невероятный строгательный потенциал, просто потрясающий строгательный потенциал. Я со всех сил вот сжимаю вот эту рукоять, она ровно-ровно, видите, у меня по руке пришлась в кулак, и я понимаю, что здесь режущая кромка близко, здесь у нас линзочка. И вот возьмем мы какой-нибудь, единственное, конечно, линза, это всегда риск попасть на какой-нибудь сучок на злом израильском дубе или оливке, или каком-нибудь норвежском дубе, и можно получить выкрашивание, но тут уж как повезет. В любом случае, твердые деревяшки. Такой нож обязательно нужно на тестах гадять на твердых деревяшках, потому что, какой интерес, ну, колбасу-то я вам, конечно, нарежу, покажу. Но здесь именно суть в том, что этот нож, знаете, я бы назвал так, умный бушкрафтер. То есть, это не бушкрафтер, который выходит там и с завыванием смотрит остекленевшими глазами на звезды, наяривает себе, там, надирает это огненное перо, там, из ветки, там, выстругивает себе какую-то ложку и так далее. Нет. Умный бушкрафтер – это тот, кто просто приходит в лес, делает свои дела, там, туда-сюда, и у него очень хороший, замечательный нож, который даже чайнику простит неумение пользования ножами. Почему? Потому что здесь, здесь нечему учиться, здесь всё чётко. Вот, раз, взял, пошла плясать губерния строгаем. Хоп, взял, надо что-то подковырнуть, подковырнул, давай дальше работай. Раз, взял, порезал, там, нарезал что-то, вскрыл, выпотрошил рыбу, почистил. Чуть-чуть сделали таким мягким обух, то есть не под огниво, но, не знаю, мне кажется, что здесь всё-таки хватит сил высечь искру. Можно будет даже, если не забуду, можно будет даже проверить. Косяк. В чём заключается мой косяк, ребята? В том, что я сказал, что фанк здесь из N690, и только сейчас на клинке я прочитал, что это D2. D2 у ребят твёрдая, и от этого линза становится ещё более интригующей. Если мне не изменяет память, там 62 единицы они на D2 заявляют. А чё ж я тогда... А что ж я тогда... Лоханулся. Ага, не моя вина. То есть, я честно скажу, я обзор переснимать не буду. Почему? Потому что я вам, во-первых, объясню, что здесь есть фанк в N690. Вот на коробке N690 стоит. И реально нож мне прислали в D2. И это становится ещё гораздо более интригующим и интересным. Почему? Потому что все знают, что D2 она гораздо веселее и злее по отношению к деревяшкам. Но N690 пластичнее. То есть, здесь интрига просто капитальнейшая получилась. Почему? Потому что... Ну, я без всякой жалости, честно, я постараюсь там не выкручивать, не докручивать, не выламывать кромку. Но я всё равно без всякой жалости погоню этот нож на самые-самые твёрдые деревяшки, чтобы именно вот таким вот образом всё это дело прогнать, проверить. Вот. Что там по хватам у нас ещё? Хваты все хватские, залихватские. Реально. Очень прикольная. Не оружейная. Немножко другая насечка здесь на микарте. И она, сучка, очень-очень цепкая. Она, во-первых, красивый, даёт узор. Во-вторых, она такая конкретно тормозящая. Не шершавая. Это не... Нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем. Не наждак. То есть, она не... У неё нет вот именно наждачного такого вот, скажем, момента. Но она реально тормозящая. Она очень-очень такая, хоп, и залипает палец в неё. Что ж это я так с Д-2-то, а? Вот так. Но, честно скажу, мне даже интереснее. Почему? Потому что здесь именно момент моего какого-то взросления. Почему? Потому что всё начиналось там с 95Х18Н690. Потом попадались какие-то ножи из Д-2, которые меня по-настоящему вот так вот приятно удивили. Но меня дальше потом закрутило в 35-ку, в М390-ю. И я стал тоже, честно сказать, смотреть на Д-2 так, поплёвывая сверху слегка. Ну, типа, бюджетка, что там взять? И через какое-то время, когда я уже насладился всякими там Элмаксами, 35-ками и М-ками, пошли просто один за одним ножи из шикарнейшей Д-2. И я понимаю, насколько эта сталь вот злая по дереву. Просто потрясающая сталь по дереву. И поэтому сейчас у меня отношение к Д-2, именно к Д-2, очень-очень респектовое. Я очень с огромным удовольствием работаю ножами из Д-2. Потому что я понимаю, что при нормальной заточке этим вот небольшим ножом... Почему небольшим? Это хороший универсальный размер. Можно просто себе дом построить с Д-2. Запросто, почему бы и нет. Но, повторюсь, единиц на Д-2 южный крест не жалеет. От этого становится всё интереснее. Классический, как я называю, скандинавский, очень крутой заход кромки на кончик. Как видите, линия режущей кромки сама по себе идёт сразу, начинает вот от дульки подниматься наверх и закругляться. Это очень здорово, потому что при такой линии режущей кромки на 89 мм вам дают очень хорошее количество работы. То есть она резать начинает буквально вот от начала и заканчивает практически в конце резать. Очень здорово. Конечно, когда здесь закругляют ещё больше, то ещё больше работы. Но, с другой стороны, здесь у нас откровенно такой именно ломовитый клинок получился. То есть немножко другой функционал к резу добавлен-прибавлен. В общем и целом, понимаете, у южного креста уже столько удачных моделей, что они просто дарят своим почитателям, дарят своим клиентам реальные муки выбора. Невозможно выбрать. Очень тяжело выбрать. Классные ножи, замечательные ножи. Побольше, поменьше. Здорово, когда такой выбор. Плохо, когда все такие хорошие, что это действительно целой проблемой становится, чтобы выбрать себе нож куда-то там влез, не влез. То есть, по сути, я южный крест, не скрою, бушкрафт чаще у меня бывает, потому что это клубник, там 5-10, там надпись дарственная и всё такое. Но именно те самые редкие моменты, когда мне нужно не просто потестировать, а вот просто берешь нож, бросаешь в рюкзак и идешь куда-то с младшим научным сотрудником. У меня южный крест очень часто бывает на уличных вылазках. Почему? Реально нравится. Удобные рукояти, фэн-шуй, кайф. То есть, глаза стекленеют и слюна выделяется практически как у трубушкрафтеров. Но я просто пока ещё, наверное, не достиг того уровня дзена. Всё, ребят. Классный нож. Удачи ему именно с кромкой на деревяшках, потому что всё остальное сделай, тут даже к бабушке не ходи. Увидимся. Продолжение следует...